В администрации Волжского района сегодня обсуждали изменения в городской устав. Речь шла о вхождении в состав Саратова Рыбушанского и Сининского муниципальных образований. Месяц назад они утратили свой статус, входившие в них сельские поселения теперь станут частью областного центра. Село Бабановка, деревня Выборка, железнодорожная разъездная лючка, деревня Несеевка, поселок Красный Октябрь, деревня Крутец, село Малая Рыбка, деревня Махина, село Поповка, село Пудоркино, село Рыбушка, деревня Сбродовка, поселок Сергиевский, село Сининский, деревня Формосово, поселок Центральный Зайдосохой, 15 лет, октября, село Широкий Бурак. Сами публичные слушания прошли весьма формально. За вычетом процедурных вопросов участники уложились в 10 минут. Против традиционно выступили коммунисты. Я хочу сказать, что сейчас мы один из последних окончательных актов фиксации позорнейшего такого действия, когда вопреки мнениям абсолютного большинства жителей муниципального образования, которые выразили свою позицию на общественные слушания, их насильно, а теперь это уже жители города Саратов, по вашему разрешению предполагается, их насильно, как крепостных присоединили к другому населенному пункту. Мало того, и сейчас мешают фактически органы власти. Делают просто одной из частей города и вопреки их мнению. Но, я скажу так, это, пожалуй, уникальный шанс захвата чужой территории, я не подбираю в смысле слова, когда это вопреки интересам обоих сторон, и жителей города Саратов, и жителей этих муниципальных образований. Вот только сегодня в Саратовской областной думе на комитете было принято решение, вопреки мнению фракции КПР, было принято решение о введении критериев о комплексной, ну, так скажем, реновации населенного пункта, в том числе города Саратов. В соответствии с этим решением теперь в рамках муниципального образования можно отселять жителей даже не о варених домов. Просто, если эти дома, фактически до 79-го года строительства. Их можно отселять в рамках муниципального образования. Теперь все детей-сирот, все многодетные семьи и так далее, можно отселять в рамках муниципального образования именно вот в эти сирот, которые сейчас, соответственно, с уставом, со всеми последними вот этими уже подчистками, позорно еще раз говорю, присоединены к городу Саратов. Мало там, бюджет города Саратова уже сейчас трещит от нехватки средств. Не выполняются полномочия до 60%, не выполняются полномочия даже по имеющейся территории. Теперь, вот сейчас про чистку это произведут, и вам придется, граждане, жители города Саратова, свои средства тратить на те территории. При этом, я как депутат областного друга, нам не обращаюсь до сих пор с требованием, с необходимостью, вот все это у нас будет комитет по бюджету, нет там необходимых средств на то, чтобы помочь городу Саратову на содержание этих муниципальных образований. У вас что, на окраинах города Саратова уже нормальные дороги? У вас что, во дворах уже все благоустроено? У вас благоустроен город, у вас, слава богу, бюджетное обеспечение достаточно? Вы посмотрите, у вас бюджетное обеспечение в разы меньше, чем в соседних регионах, в том числе, там, например, Москва возьмите, Питер, на Казань возьмите, пожалуйста, по вопросу федерального. С передряда у нас по вопросу не поступило. Предлагаю отверстие подвозить документ. Прошу голосовать. Кто за? Четыре организма, пожалуйста, идите подсчет с удовольствием. 31. Против, пожалуйста, принесите. 2. На этом публичное слушание завершено. Разрешите всех поблагодарить за участие и позвать присущения в зале успехов в дальнейшем совместной работе. До свидания.